Нарочно не придумаешь. Для двоих блаковских 90-летних пенсионеров, которые прожили вместе несколько десятков лет, разлучником выступил неработающий лифт. Супруги живут на девятом этаже в доме номер 105 по улице Ленина. Она не может спуститься из квартиры, поскольку прикованы к инвалидной коляске. Он не может подняться домой, потому что ноги слабы, а лифт отключили как раз в то время, когда пенсионер вышел в магазин. В итоге уже три недели он вынужден жить на чужой даче. Я здесь сижу, кукую. Бабка сидит там, кукует. Она без ног. Ну, я, можно сказать, что тоже без ног. А вы на каком этаже живете? На девятом. То есть вы подняться не можете наверху, а она спуститься вниз? Нет, конечно. А как у вас бабушка там? Я знаю, как она бабушка там. Кто ее там? Ну, сколько там делу у бабушки? То поднести, то подать, то попить, то на лекарства. А где тут? Кто ее дает недалеко? Может, социальный работник приходит? Ко мне? Нет, к ней. Ну, это они же не все принесут. Утром я, например, воды, вот мне надо чайку. Ну, что будет? Нет, соцработник будет подавать. Нет. За 90-летним дедушкой ухаживают близкие, привозят ему на дачу еду. К неходячей бабушке раз в неделю приходит соцработник. Раз в день после работы наведывается сын. Иногда приходят соседки, но им тоже сложно подниматься на верхний этаж без лифта. Посещает подругу, когда есть силы. Она обращается все время ко мне. Вот, упал с коляски, поднять некому, позвонить, телефон сломался. Что женщине делать? Ноги не ходят, встать не может, телефон сломался. В туалет не может заехать, коляска, надо выносить горшок. Горшок вынести некому. И он подняться не может. Он живет сейчас на даче. Съехал, лифт не работает, он ушел на дачу. Как он там? Он тоже больной. В этом многострадальном доме лифт начали менять еще в марте. Жители думали, повезло, что по программе капитального ремонта проведут столь дорогостоящие обновления общедомового имущества. Но сейчас уверены, знали бы, что им придется четыре месяца ходить пешком, ни за что бы не согласились. Поначалу лифт не запускали из-за бумажной волокиты. Но, почуяв настроение жильцов, аккурат к выборам, 1 июля включили, но ненадолго. Когда выбрали 1 июля, у нас лифт заработал. Мы все обрадовались, было все очень хорошо. Ровно он проработал неделю. 7 числа он отказал. И до сегодняшнего дня не работает. Предварительно, значит, предварительно наша управляющая компания, которая обслуживает лифт, там, Ионов, есть там Сергей Михайлович, предварительно они говорят, что вышел из строя датчик к ограничению скорости. Об этой проблеме мы уже снимали сюжет в июне. И не единожды сообщали о ней в администрацию БМР. Сегодня позвонили заместителю главы по ЖКХ. И тот оказался якобы не в курсе проблемы. Однако сами жильцы говорят, они регулярно звонят и этому заместителю, и в управление ЖКХ, и всем ответственным лицам. Представители фонда капремонта откровенно игнорируют звонки. Хотя именно они заключали договор с подрядчиком и выплатили ему полтора миллиона рублей, которые скопились на счету дома. «Пытались попасть на прием Соловьеву. Прием не ведется сейчас. Вышли на связь с Канатовым. Тот говорит, что все нормально. Со стороны мы тоже знаем, что я ничего не знаю. Все нормально, у них лифт работает. Фельды, как утверждает Кузнецов, знает, что это проблема, лифт не работает. Вызвали на 13 число представителей фонда капитального ремонта и тех лист-сервиса. Никто не приехал». Управляющая компания, которая обслуживает многоэтажку, тоже со своей стороны делает всевозможные запросы, но также получает одни отписки. «Управляющая компания написала письмо на фонд капитального ремонта и одновременно на тех лист-сервис. Те переправили письмо в тех лист-сервис. Ответы, вот нам пришли, нам пришли ответы. А ответы такие мотиваты мы никак не поймем. То есть, если, значит, датчик вышел, то чуть ли не управляющая компания должна сама это делать. Но стоимость лифта полтора лимона, он на гарантии. Они боятся это делать. Датчик ограничительной скорости может выходить из строя в связи с повышением температуры режима. То есть, на улице якобы жарко, поэтому он должен, я так понимаю, после его выключения и запуска он приходит в работу. Не знаю. Аналогичная поломка устраняется при выполнении работ, проводимых специализированной организацией. По техническому ослуженному лифту первый год после установки нового лифтового оборудования, так как лифт проходит обкатку. Какого и какой специализации, я не пойму. Управляющая компания мне тоже не сказал. В данном случае, если датчик ограничительной скорости произошла его поломка, то он будет заменен по гарантии. После поступления в наш адрес самого оборудования и предоставления акта выхода из строя подписан представитель специализированной организации. Я сейчас не пойму, какая специализированная организация должна дать заключение, что вышел имени датчик. Как получилось, что новый лифт за четыре месяца работал всего несколько дней? Если он на гарантии, то почему установившая его саратовская организация не несёт никакой ответственности? Куда смотрит заказчик фонд капремонта? Ведь именно его заказ выполнен из рук вон плохо. Неужели судьбы людей, пенсионеров, которых в этом доме больше половины, чиновникам и ответственным лицам настолько безразличны, что они игнорируют жалобы, присылают отписки и не отвечают на звонки? Продолжение следует...